События в Кишиневе остаются в центре всеобщего внимания. В молдавской столице накануне вновь собрались тысячи протестующих. Несколько часов на 10-градусном морозе сторонники разных политических сил требовали одного – ухода нынешней власти. В случае, если их требования не выполнят в кратчайшие сроки, грозят вывести на улицы уже сотни тысяч человек. А ситуация, которая накаляется все больше, Антонина Кукушкина. После четырех месяцев протестов оппозиция выдвигает ультиматум – распустить правительство и парламент, назначить досрочные выборы. На все про все – три дня. Если до четверга власти не выполнят требования, митингующие обещают перекрыть трассы национального и международного значения. Серьезность намерений подтвердили тут же. На час блокировали въезды и выезды на севере молдавской столицы. Центр Кишинева и вовсе был перекрыт едва ли не весь день. По подсчетам оппозиции на улицы вышли 100 тысяч человек. Целыми семьями со всей страны. Смотрите, бандиты, которые воровали деньги, миллиарды и миллионы у людей, у населения, у пенсионеров и все остальные. Мы сбельцы, гладяны, рыжканы и фалечные. Все колоннами. Их больше 40 тысяч. В одной руке митинговавшие держали хризантемы, как символ мирных намерений, в другой – платежки за коммунальные услуги, как символ отчаяния. Последние годы власти всеми правдами и неправдами затягивали страну в Европу, обещая светлое будущее. На деле европейские – только цены. А у людей ни денег, ни работы. Они испытывают терпение всего народа. В конце концов, лопнет это терпение, и они полетят все в тар-тарары. Молодежь уезжает из страны. Это ужасно. И так едва ли не в каждой семье. Дети уезжают и работают на черном рынке. Мы хотим трудиться в нашей стране. Куда утекает благосостояние страны, говорят в оппозиции, известно. Все помнят о коррупционном скандале с испарившимся миллиардом долларов, к которому предположительно причастен экс-премьер страны Влад Филат. С новым премьером, уверен митингующий, ничего не изменится. Ведь он так же, как и предыдущий глава Кабмина, считается ставленником олигарха Владимира Плохотнюка, вице-председателя правящей партии. На митинге звучали призывы к Западу прекратить финансировать властную верхушку. Это ни к чему не приведет. Послу Соединенных Штатов Америки, послов Европейского Союза, другим партнерам по развитию, дорогие наши партнеры по развитию, не надо поддерживать этих олигархов, которые находятся у власти, потому что они не народ, они крадут ваши деньги, а люди ничего из этого не получают. Пока митинги проходят относительно мирно, но что будет дальше предсказать трудно, ведь власть уже показала, с мнением народа она не считается. И, по мнению многих, на требования оппозиции не пойдет. Достаточно вспомнить, на прошлой неделе, вопреки всему, к присяге привели новый Кабмин, утвержденный за рекордные шесть минут. Тогда в ответ на это люди взяли штурмом здания парламента. Оппозиция объявила о формировании Совета национального спасения для вывода страны из тяжелейшего политического и экономического кризиса. Звучат также призывы учредить народный трибунал, чтобы судить коррумпированных чиновников. Антонина Кукушкина, Роман Гусь, Дмитрий Запарин, Первый канал.